В этом уроке мы будем создавать нежный весенний портрет девушки. Для этого мы будем использовать различные кисти, инструменты и методы. Давайте приступим к нашей работе. Откройте портрет девушки, который вы хотите использовать. Отделите ее от фона любым способом, который вам удобен. Я уже это сделала и вот что у меня получилось в результате. Девушка, фон, который скрыт на маске слоя. Приступим к созданию нового фона в нашей работе. Будем использовать для этого различные текстуры. Открываем первую текстуру, текстуру мятой бумаги и переносим ее в нашу работу. Располагаем слой с текстурой ниже слоя с девушкой. Вызываем трансформацию, Ctrl-T и меняем размер текстуры в зависимости от размеров вашей работы. В моем случае текстуру необходимо немного увеличить. И применяем трансформацию. Теперь откроем вторую текстуру. Я выбрала вот такую текстуру с размазанной акварельной краской. Переносим ее в наш документ. Вызываем трансформацию, Ctrl-T и также увеличиваем ее до нужных нам размеров. Теперь поменяем режим наложения этого слоя со второй текстурой на умножение. И уменьшим непрозрачность слоя примерно до 70%. Начнем создавать различные эффекты в нашей работе. Давайте создадим диагональные полоски на фоне. Будем делать это с помощью инструмента «Произвольная фигура». Выбираем данный инструмент и режим для него устанавливаем «Фигура». Основной цвет выбираем белый. В качестве фигуры выбираем вот такую стандартную фигуру с диагональными полосками. И рисуем данную фигуру в нашей работе, удерживая клавишу Shift. Поменяем режим наложения слоя с фигурой на мягкий свет. Теперь давайте сделаем плавный переход к краям. То есть просто сотрем наши резкие границы у этой фигуры. Добавляем маску к слою с фигурой. И выбираем инструмент «Градиент». Тип градиента линейный, от черного цвета к прозрачному. И протягиваем данный градиент через края работы, чтобы плавно их стереть. Делаем так для всех четырех сторон. Таким образом, в результате наши полоски остались видимыми только по центру работы. Продолжаем нашу работу. И теперь добавим в нее отпечатки различных природных кистей. Создадим для этого новый слой поверх всех слоев. И выберем белый цвет в качестве основного. Инструмент «Кисть». Будем рисовать сначала ветки деревьев. Выбираем одну из кистей с ветками деревьев. Например, вот такую. И делаем отпечаток данной кистью в нашей работе. Можно сделать несколько отпечатков. Давайте поменяем кисть. И добавим еще веток. Вот таким образом мы расположили ветки деревьев внизу нашей работы. Создадим еще один новый слой. И теперь добавим птиц в работу. Выбираем одну из кистей с птицами. Подбираем подходящий размер. И делаем отпечаток кистью в верхней части работы. Также используем для этого белый цвет. Снова поменяем кисть. Возьмем другую кисть с птицами. И сделаем отпечаток с другой стороны. Таким образом мы добавили различные природные элементы в нашу работу. Теперь давайте добавим линии вокруг девушки. Создадим обводку. Создаем для этого новый слой поверх всех слоев. И загрузим выделение девушки. Для этого делаем контрл клик по маске слоя с девушкой. Как видите, у нас загрузилось ее выделение. Чтобы получить обводку на некотором расстоянии от девушки, давайте модифицируем нашу выделенную область. Выбираем для этого выделение. Модификация. Расширить. И поставим здесь значение, которое будет зависеть от размеров вашей работы. Я возьму для начала 30 пикселей. Нажимаем ОК. Теперь выбираем любой из инструментов выделения. Просто переключаемся на него. И кликаем правой кнопкой мыши по выделенной области. Здесь выбираем выполнить обводку. Подбираем здесь подходящую ширину обводки. Я возьму 6 пикселей. Цвет белый. Нажимаем ОК. И нажимаем Ctrl-D для снятия выделения. Как вы видите, у нас появилась небольшая обводка вокруг девушки. Давайте создадим несколько таких обводок. Снова делаем Ctrl-клик по маске слоя с девушкой. И выбираем выделение. Модификация. Расширить. Ставим значение в два раза больше 60 пикселей. Снова кликаем правой кнопкой мыши по нашей выделенной области. Выбираем выполнить обводку. С теми же самыми параметрами, что мы использовали раньше. Нажимаем ОК. И снимаем выделение. Нажимаем Ctrl-D. И аналогичным образом создадим еще одну обводку. Снова загружаем выделение. Модифицируем его. Теперь поставим значение 90 пикселей. Ваши значения, которые вы здесь вводите, могут отличаться от моих. Все зависит от размеров вашего фото. После того, как расширили выделение, снова кликаем правой кнопкой мыши и выполняем обводку. После этого снимаем выделение. Вот такая обводка у нас получилась. Теперь, если вы внимательно посмотрите на нашу работу, то можно видеть, что обводка получилась также внизу вот такой белой линией. Нам ее необходимо стереть. Добавляем маску к слою с обводкой. И выбираем мягкую круглую кисть. Черный цвет в качестве основного. Проходимся кистью по нижней части нашей работы. Стирая вот эту белую линию, которая проходит внизу. И в заключении нашей работы давайте придадим ей радостное солнечное весеннее настроение. Добавим различных красок в нашу работу. Создаем для этого новый слой и меняем его режим наложения на мягкий свет. Выбираем мягкую круглую кисть. И выбираем теперь различные цвета. Давайте сначала возьмем желтый цвет. И сделаем несколько пятен отпечатков в нашей работе. Теперь поменяем цвет на какой-нибудь другой. Давайте возьмем голубой. И сделаем еще несколько отпечатков. В заключении выберем зеленый цвет. И добавим еще цветных пятен. Как вы видите, теперь наша работа стала более красочной и заряжающей весенним настроением. На этом наша работа закончена. Пробуйте создавать такое нежное оформление для вашего портрета. На этом наш урок закончен. До новых встреч!